Добрый день, дорогие! Давайте сегодня поговорим про ошибки, которые допускают, ну, чаще всего женщины, но и мужчины тоже в постели. И это то, на самом деле, с чем я достаточно часто сталкиваюсь в своих консультациях, чем ко мне приходят, ну и, в общем, такие наблюдения, когда мы общаемся с подругами, ну и так далее. И первая ошибка, не говорить, сколько надо времени мне на прелюдию. Я уже говорила об этом в предыдущем ролике, скину еще ссылочку внизу, там очень действительно интересный, полезный ролик. И многие не говорят о том, женщины, да, не говорят о том, что сколько мне нужно времени на прелюдию. Есть вот это понимание, что 5 почему-то минуты этого достаточно, и ко мне приходят клиенты, которые говорят, что, блин, Лена, со мной что-то не так, я хочу получать оргазм, но я вот своим партнером не получаю, что делать? И вот первый вопрос, который я задаю, а как длится? Долго ли прелюдия? Сколько длится? Три минуты. А с предыдущими мужчинами вообще не было проблем. Почему? Потому что мужчины были классные в этой прелюдии. Очень много уделяли времени, я успевала возбуждаться, и потом уже было непосредственно проникновение. Поэтому первая ошибка в постели — омолчать о том, что мне недостаточно прелюдии. Самое страшное, что могут еще мужчины сказать о том, что это вот в тебе что-то не так, у всех предыдущих женщин было все нормально, а с тобой что-то как-то не так. Нет, с тобой все так, просто говорите словами через рот, сколько вам нужно. Говорите о том, что мне мало, мне недостаточно, подожди, давай еще поиграем, говорите об этом. Следующая ошибка, да, часто женщины начинают стараться вот в постели, нужно же себя показать, себя вот такую классную, сексапильную. Я для него начинаю играть, я играю для партнера, и вот здесь-то я выгну спину, и здесь я проведу языком по губам, и здесь-то вот я так сделаю, здесь я вот так-сяк сделаю. А на самом деле женщина больше увлекается тем, как она выглядит в постели, как ее видит партнер, насколько она сексуальна в постели, но полностью отключается от того, насколько ей нравится все быть в этом всем. Отключаются чувства, а что я чувствую сейчас, а как мне на самом деле нравится. Женщина не может расслабиться, потому что, а если расслаблюсь, то я буду как-то не очень сексуально выглядеть, поэтому вот я буду себя вот показывать такую богиню секса. Но на самом деле часто мужчины могут это заметить. Мужчины не часто замечают, когда у женщины оргазм, но мужчина замечает, расслаблены ли вы в постели или нет. Не все, разумеется, но если хороший, скажем так, любовник, чувственный достаточно, то мужчина может заметить, что, ну слушай, блин, я, конечно, мне очень приятно, мне это очень классно, но я вижу, что ты сама не получаешь такой кайф от секса, что вот эта игра больше на меня. Но фишка в том, что многие мужчины получают удовольствие, когда видят, что и женщины получают удовольствие, когда они видят, что женщина кайфует от секса, тогда есть это желание включаться, а не только когда, вот знаете, такой перформанс только для одного, только для меня. Ну, опять-таки, да, если партнер адекватный, если это мужчина не эгоист в постели, да. Да, да-да-да, да-да-да-да-да, все удовольствие для партнера, сама я не могу расслабиться, потому что я же боюсь, вдруг я расслаблюсь, то там виден будет мой целлюлит, повернусь к нему попой, там у меня целлюлитная попа, как же я выгляжу, я должна выглядеть сексапильной, и поэтому расслабиться также в постели очень-очень сложно, вдруг мужчина, да, заметит. Но, как я сказала, что сексуальная женщина, это та женщина, которая любит и хочет секс, это вот можете спросить у мужчин, которые вас окружают. Также ошибка, которую я часто слышу, что и это не только от женщин, но и от мужчин тоже я слышу, что я стараюсь для него, он получает удовольствие, либо она получает удовольствие, а вот в свою сторону мне сложновато попросить, чтобы партнер сделал что-то для меня. А если даже партнер что-то делает, то мне сложно сказать ему, что мне это неприятно. Ну, давайте сейчас по порядку, да. Первое, то, что я сказала, что мне сложно, я стараюсь для него, я получаю также удовольствие от того, что я стараюсь, но мне сложно расслабиться, мне сложно попросить, чтобы он что-то сделал по отношению ко мне. В общем, да, такое часто встречается, когда по сфере секса мы можем смотреть, а на другие сферы. Здесь в таких случаях я часто задаю клиенту вопрос, а как в общем с расслаблением по жизни, а как в общем с позволением желаний для себя, потому что я в сексе запрещаю говорить, что мне нравится, что я хочу, да, мне сложно сказать, слушай, сделай вот это, вот это, вот это, потому что наступает такой, блок, а могу ли я это попросить или не могу, а вот я попрошу, он устанет, да, вот это тоже очень часто, но он устанет вдруг, это женское, это просто, которое меня прям бесит, раздражает, когда говорят, ну да, но мужчины такие, 20 минут прелюдия, он же устанет. Слушайте, дорогие девушки, а вы не устаете делать минет, а вы не устаете вот показывать себя, какая я классная в сексе. И здесь главный вопрос, что если вы не устаете, чаще всего, да, женщины говорят, ну я не устаю, мне по кайфу, мне по кайфу делать минет, мне по кайфу, когда для моего партнера вот то, что я делаю, ему нравится, меня это возбуждает, то же самое это работает в обратную сторону, мужчине, мужчина тоже возбуждается, когда делает приятное что-то вам, опять-таки, да, если это не партнер, такой сексуальный эгоист в постели. Мужчина возбуждается, когда он видит, что вы возбуждаетесь, и он источник этого возбуждения, да, это он делает вам приятно, конечно же, это классно для всех. Возвращаясь к желаниям, если вы понимаете, что да, это вот моя история, да, мне сложно просить о чем-то, подумайте, а как у вас вообще по жизни, в других сферах. Вы там можете расслабиться, вы можете отдохнуть, вы можете озвучить, проговорить свои желания, можете ли говорить о своих желаниях, я хочу вот это, вот это, вот это. Если нет, то, ну, здесь либо стараться самим с этим справляться, проговаривать, а что я сегодня хочу, вот я хочу пойти покушать, не знаю, в вьетнамской кухне, либо я хочу съесть там яичницу, не отмахиваться, ах, я не знаю. Сложно ли вам сказать, я хочу вот этого, вот этого, прям ловите себя, что раз я остановила себя, остановил себя, вот я хочу что-то попросить, но я не говорю, как будто я не достойна этих желаний, прям проговаривайте, а я хочу вот это, вот это, вот это. Если с этим сложно, то в кабинет психологу с этим работать. Второй, третий, да, получается, вот здесь момент, что часто... А, проустаю, проустаю, так, момент, я это сказала, да, что он устанет, мне его жалко. Вот, четвертая, четвертая ошибка, которая звучит и от мужчин от женщин. Ну, я вижу, что он так старается, ну, он так старается, ну, да, мне не то, чтобы это очень приятно, но я не могу его остановить, ну, человек же старается, как я его остановлю, как я ему скажу, оу-оу-оу, все, прогрузки, пожалуйста, не делай. И часто, конечно же, говорят, что, ну, я боюсь обидеть человека, мне не то, чтобы больно, ну, мне никак. Часто это, знаете, вопрос кунилимбуса, девушки жалуются, что, ну, мне никак, но он старается, и я молчу. Так же, про меня нет. Она старается, вижу, ну, мне неловко, мне неудобно ее обидеть, она же так старается. Вот, поэтому здесь, получается, знаете, такой какой-то замкнутый круг, она старается, он молчит, она думает, что все классно, продолжает делать так же, он, поскольку не дает обратную связь, ему дальше продолжается то, что мне не очень нравится, и все, да, вот мы идем по кругу. Конечно же, мы боимся обидеть, конечно же, сфера секса нашей жизни, это такая сфера, где мы чувствуем себя уязвленными, да, это та сфера, где мы находимся в одной, там, кровати, в постели и обнажены полностью, да, можно сказать, обнажены не только телом, но и душой, да, я боюсь ранить партнера, я боюсь ему что-то сказать не так, но в этом случае делайте акцент на положительное, а что мне нравится, да, вот, дорогой, ты вот делаешь вот так, вот это супер, повтори, пожалуйста, вот это, да, сказать, что, ну, вот сейчас ты вот так сделала языком, ну, честно говоря, я не почувствовала каких-то вот ярких ощущений, но когда ты сделал вот так, было здорово, то есть поощряйте, либо, а попробуй сделать вот так, будет здорово, но это вопрос, конечно же, то, что вы и должны знать себя, как вам нравится, как вы хотите, чтобы вам делали, но вопрос о том, чтобы учиться открыто говорить о сексе, открыто говорить о своих желаниях и доносить партнеру, конечно же. Ну и пятая, да, последняя ошибка, не говорить о том, как мне надо, то есть если в предыдущем мы говорили о том, что я вообще молчу, когда мне никак-либо не нравится, то пятое, я и не говорю, как мне надо, и опять-таки, знаете, частая история, когда мужчинам до этого не говорили как надо, да, не говорили, что там, знаешь, с той же прелюдией, что мне нужно дольше, мужчина считает, что ну окей, вот у меня было до этого там 7-20 партнерш, всех их так устраивало. Приходит девушка, которая говорит, что ну слушай, нет, на самом деле мне не нравится, и он думает, что блин, наверное, дело не во мне, а, наверное, дело в тебе, потому что все предыдущие 20 молчали, на самом деле, может быть так, что предыдущие 20 молчали не потому, что им так все нравилось, а потому что они стеснялись об этом сказать, да, дабы не обидеть партнерам. Вот, поэтому говорите о том, как вам нравится, как вам хочется, что часто я также встречаю на своих сессиях, что ну мне стыдно сказать, как мне нравится, поэтому я не хочу секса со своим мужем, со своим партнером, да, когда-то был классный секс в начале, когда у нас были гормоны, все кипело, а сейчас, ну такое какое-то уныние, но и сказать о том, как мне надо, я этого не говорю, я молчу, поэтому мне не хочется заниматься сексом с мужем, ну, потому что мне не нравится этот секс, да, мне не нравится, мне не нравится вообще секс, я люблю секс, но секс с мужем мне не нравится. Ну, на вопрос, да, когда вот мы начинаем работать с, когда я начинаю работать с клиентками, я спрашиваю, ну, слушай, дорогая, если вот будет секс, который тебе нравится, если муж будет делать то, что тебе нравится, ты как у тебя с этим, ты будешь хотеть секса именно с ним? И она говорит, да, именно с ним я хочу, то есть, соответственно, я понимаю, что это вопрос о том, что я не просто не хочу своего мужа, потому что у меня там обид очень много на него, либо что-то еще, а вопрос там техники, да, я хотела бы именно с моим партнером заниматься сексом, но тем сексом, который мне доставляет удовольствия. Вот, поэтому я говорю о том, что я не хочу секса, да, а я не хочу секса именно такого секса с моим партнером. Вот, собственно, на сегодня вот так хочу, важное, важное, важное для вас сообщение, что у меня стартует курс по сексу, сексуальный, онлайн-курс по сексу с возбуждением на ты, называется, анатомия женской сексуальности с возбуждением на ты, это будет огромный шестинедельный онлайн-курс, который стартует 26 октября, и там мы будем подробно разбирать, вот, в том числе, вот эти темы, которые я озвучивала, как говорить с партнером, вы научитесь на этом курсе говорить не стесняться о своих предпочтениях, о своих фантазиях. Я очень-очень-очень хочу, чтобы сфера секса, она была легкой и свободной, и чтобы вы могли общаться на нее легко, могли доносить до партнера, что мне нравится, что мне не нравится. Если в паре есть сексуальная скука, ну все, неинтересно, да, неинтересно вот эта прелюдия, которая уже 20, блин, лет одна и та же, да, мы будем развивать фантазийный аппарат, чтобы мы могли возбуждаться намного быстрее, намного легче. Также если, допустим, вы замечаете, что вам сложно сосредоточиться, подготовиться к сексу, то есть, да, очень сложно настроиться на эту волну, тоже тогда на курс вам вот рекомендую, рекомендую. Будем работать с мыслемешалкой, то есть, да, если постоянно мысленный поток, вот я во время секса, все нормально, потом, блин, ипотека, да, блин, я не заплатила за детский сад, ну или что-то такое, и все, ну все унеслось, и приходится заново выходить, да, на стадии, на стадию плата, на стадию возбуждения, чтобы не пропал полностью интерес, не пропало полностью возбуждение во время секса. То есть, это действительно будет огромнейший-огромнейший курс. Также, а там одна из тем, если я больше не хочу мужа, какие сценарии могут влиять на это, семейные сценарии, потому что вполне может быть так, что я начинаю воспринимать партнера больше как папу, а не как мужчину. Особенно это также бывает, когда у нас есть дети, и вот у нас ушло из отношений мужское и женское, мы начинаем обращаться к друг другу мам, пап, и становимся друг для друга мама и папа, да, а роль вот мужская и женская, роль любовников, она уходит, и на курсе мы это будем все также прорабатывать. Поэтому это действительно огромнейший-огромнейший курс, очень крутой. Я ссылки все оставлю в описании. Можно ко мне записаться через телеграм, либо через инстаграм, написать мне там личные сообщения. Также подробно о курсе вы сможете найти информацию в телеграме, в инстаграме. И приглашаю вас на свой курс. Не забывайте ставить лайки, если вам понравилось видео, жмякать на колокольчик, чтобы не пропускать их, и до следующей пятницы. Пока-пока!